Всем привет, ребят! Как ваши дела? Как ваше настроение? Я опять сегодня к вам ухожу с машины. С утра ничего не хотела снимать. Такое у меня тихое спокойное утро было. Мне хотелось портить эту аугу. Потому что сегодня, разве с утра не работал, он решил забрать детей в школу. Так что я с утра никуда не выходила, была дома. У нас вышло солнышко. Сейчас весь снег пока еще не растаял, но и не шел. Как я вам вчера сказала, сейчас я еду по магазинам. Купать то, что мне осталось. Купить для себя обувь. И посмотреть на 31 число что-нибудь. И также купить подарочки. И еще, кстати, как сегодня последний день, хочу что-нибудь сувенирчики купить учителям Машке и Александру. Как официально я его произнесла. Двум учителям можно больше подарить перед Новым годом. Ну и каждый год я покупаю сувенирчики. И посмотрим, что же будет в этот раз. Хочу что-то такое. Ну, чтобы у них надолго осталось бы. Вот такие планы у меня на сегодня, друзья. Больше особо нечем заняться как бы. Не то, что нечем заняться, а сегодня ничем не хочу так заняться. Хочу вот это только, от этого избавиться. Чтобы потом с детьми не ходить, потому что дети уже до 3 числа будут дома. Посмотрим, как же будет. Очень хочется уже праздников. Хочется попыстрее, чтобы Новый год настал. Чтобы этот год прошел бы, все плохое с собой унес. И чтобы Новый год прошел бы с счастьем, с радостью, с новыми событиями и хорошими, конечно же. И, конечно, я жду этого. Жду не дождусь. Жду не дождусь. И сегодня... А, раз вчера купила, кстати, шапочки новогодние. Ну, я фотографию выставила, уже не показывала как-то вам сами шапки. Машку сладкую в этой шапочке. Так что Алик с собой забрал шапочку. Машка никогда хотела. Машке я сделала эти заколочки новогодние. Алик говорит сегодня нам будут подарки давать. День Мороз может к ним придет тоже. Вообще каждый год в школу проходит как бы День Мороз. Им раздает там небольшие пакетики с конфетками и шоколадками. В прохладной машине. Вот так. Вот так. Ребятки, в общем, вроде бы я все купила, вроде бы обувь себе взяла, взяла ботиночки, пол-ботинки, как их называют, на каблуках. Ну, вроде бы каблук не слишком высокий, но посмотрим. На низкой подошве я бы точно ничего не взяла, потому что это некрасиво. Я так думала, что что поделать, придется мне на каблуках стоять. Сделала обувь в том же магазине, где брала платье, сейчас на Рождество, чтобы одеть. На 31-го я ничего не взяла, я вспомнила, что у меня есть юбка, которую я покупала специально для Нового года. Я делала ее только на Новый год и больше никогда ее не носила, не добывала позапрошлым году. Клетчатова, она клетчатова и такая коричневая, да бежевая цвета. Потом я покажу, потом пойдем. И вот я думаю подобрать что-нибудь вверх к этой юбочке и все, как бы. Потому что ничего в первом цвете нет, нормального уханова. Есть, конечно, там домашние вещи, спортивные такие, на каждый день, но не на выход. Поэтому я решила что-нибудь вверх взять еще раз, потому что у меня нервов не было. Столько магазинов я прошла, еще столько людей, все ходят, закупаются подарками. В общем, голова кружится уже. Подарочки, то, что я хотела взять, вроде бы взяла. У меня там дома тоже кое-что есть, добавлю. И все, с этим тоже я уже справилась. Вроде бы все, не знаю, как-то домой пойду, посмотрю, точно пересмотрю. Смотрю, что все, разложу все, что нужно мне придет. Чтобы ничего лишнего не было бы и чтобы все одинаково было, как говорится. Вот так вот, так вот так. Я, конечно, не привыкша отходить на каблуках, но сейчас, когда в такие места входишь, но какой-то исправляешь, это нужно. В спортивной обуви, конечно же, не пойдешь, красиво. Низкое тоже под платье не подойдет. Что низкое? Представьте, сапоги на низкой платформе, это же как, не знаю, куда-то на базар идешь. Сейчас смотрю, какое платье, да, сейчас. Если вот так на один ощущение пойти одеть какое-нибудь такое вязаное платьице, еще да. Это как бы вечернее, да. Сейчас в залу идем с другими людьми, не получается, на низкое побольше, чтобы не было брать. А так у меня ботинки тоже, ну, не подойдет, к этому платью не подойдет, я сама себя уговариваю, кажется, знаете. Несмотря, у меня ботинки есть дома тоже, тоже полусапожки, бархатные, тоже на каблуках, но тот каблук слишком высокий. Я не знаю, если я смогу вообще на него ходить. Короче, пойдем домой, посмотрим. Если нет, то же пойду обратно сдам. Проблем нет. Нужно одеть платье, посмотреть под платье. Переудобилась, ужас. Сейчас пойду, речи, наверное, с ума сошел. Думаю, сколько времени надо его вывезти. Хлеб я сейчас съеду за хлебом. Хлеб возьму и давай. Все, друзья, я уже вернулась домой, наконец-то же дошла до дома. Ну, я забыла вам показать, что внутри уже вот так упаковала. Это подарочек для Алешкиного учительницы. Значит, внутри находится такая свечка, вот такое роста. И внутри свечки елочка, снежок там, гирлянда на елочке. Такое новогоднее. Ну, и светится. Очень красивая вещь. Ну, я забыла вам показать, уже упаковала. Сейчас, сейчас мне деньги не открою. А для Машкиного учительницы вот такую коробочку взяла. И вот такой сувенирчик, тоже новогодний. Такой День Морозик с этим снеговиком, с елочкой. Думаю, очень красиво и надеюсь, ей понравится. И все. Этот час пойду за ними и заберу, чтобы они отдали. Маме, что со мной за это? В общем, вот так, друзья. Остальное я уже вам покажу потом, когда приду. Потому что остальное, что обувь только мне остается вам показать свою. Ну, а то, что другое я купила, это я не хочу вам показывать. Так что, потому что это сюрприз. Я не хочу, чтобы заранее кто-то что-то увидел. И этот... Сейчас я быстро перекушу и пойду за детьми. За елочками. Я очень сильно переутомилась. Поэтому я чуть-чуть даже повернулась. Мы уже дома, ребят. Детей я привела тоже. Подарочки учителям дала. Очень они обрадовались. Поблагодарили. Детям тоже дали школе подарочки. Вот такие книжки. Конфетки дали им. А им каждый год так книжки дают. Истории рождественские такие, новогодние. Потом с детьми прочитаем. Сейчас покажу вам обувь, которую я взяла под платье. И потом я примерю уже, когда платье... Сейчас отдохнуть хочу, покушать. Потому что я сегодня ничего не ела. Вот так выглядит. Впервые в жизни я покупаю все такие ботинки, если честно. Полсапожки. Вот это ремешок у него бархатный. И я думаю, что это подойдет под то платье, под тот материал. Я перекушу, чуть отдохну. Потом примерю. Посмотрю, как будет. Но обувь я примерила. Мне хорошо. Очень удобная. Кабло, конечно же, высокий. Но что поделать? По-другому никак не получится. Надо надеть под платье, короче. Надо посмотреть. Туфлей, если поверите. Хотите верить, хотите нет. Туфлей нет. Вообще нет. Я не знаю, почему. Коши. В зиму какую коши одевать, я не знаю. Но туфлей нет. Сейчас в центре, в бусиках. И у меня времени не было зайти. И думаю, с одного дня зайти сейчас дорогие туфли купить. Которые у меня потом будут валяться. Не хотелось тоже. И поэтому я подумала, лучше, думаю, взять ботиночки. Но я надеюсь, что мне подойдет под платье. Напишите в комментариях, если они вам понравились или нет. Если даже не понравились, напишите. Ничего, я не обижусь. Все нормально. Я, честно, мне самой не очень нравится. Потому что я не привык, что так обувь носить. Но ничего, сейчас если подойдет под платье, один день потерплю. Вот так вот. У меня уже мазки не работают. Вот я вчера себе намазала лак черный. Красиво будет. Ногти короткие, что и красиво. На длинные ногти не люблю черный лак. Вот так, в общем, дети сидят, ужинают. Ричи вывели гулять. Все, я тоже вот сейчас пойду здесь покушаю тоже. И, примерю, пойду платьице свое под эту обувь. Надеюсь, подойдет, чтобы я больше не ходила, ничего не искала. Я тоже вообще разозлюсь, никуда не пойду. В общем, вот так, друзья. Вот такая у меня обувь. Сейчас елочку хочу включить. Уже стемнело у нас тоже. Ну, почти стемнело. Все, я забываю вот эту слезочку включать. Забываю, что она у меня отдельно включается. Ричи тоже эту елку пойдет, придет снизу, вот эту тряпочку трогает. Ха. Смелье на полки. Зачем? Смелье на полки. Я говорю, зачем, мама? Дождь, вот. Зачем? А, парень, зачем? Потому. Подожди, нам-то, мама. Так, хочу вас поставить и так включить елочку. Мама! 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 Елочка будет включенна. Сейчас тут все это выключи. Никак не нарадуйся этой елочкой. Вашка, что хочешь? На. Упала. Решаете? Машке на голове заколки не держатся. И что, почему она не любит? Все время снимает. Машка взялась у нее еще вот такие две заколочки, конфетки вот такие, потому что зашла в один бижутерный магазинчик, купила себе бантик черного цвета под платье. Я думаю, волосы распущу, накручу, накручу, вот так соберу и здесь бантик сделаю. Сзади будет красиво. И как раз скидка была. Берете три вещи и три бесплатно. Я взяла вот этот бантик. Невидимочки маленькие. Что еще взяла? И сережки. И еле-еле выбрала что-то еще добавительно. Взяла Машке две такие заколки. Алику взяла одну ручку Гарри Поттера. И одно колечко. И все. Машка тоже, не знаю, вот не держит. Снимает постоянно. Встретили тоже родительницу Машкиной, подружки маму. Вот эта девочка, бедный ребенок, уже сколько месяцев болеет. Сюня тоже в школе не была. И мама пришла забрать их папку перед каникулами. Они всегда выдают детям их папки, тетради, где они за это три месяца, что они делали, чтобы родители посмотрели. Там, кажется, что-то задали им выучить во время каникул. Надо будет нам повыучить. Она пришла, чтобы это забрать. Вот дети приклеили сюда эти елочки на свое окошко. Здесь у них в комнате. И смотрите, этот снег еще никак не растаял. Настолько у нас холодно. Маме, я уже не могу. Я пакеты от магазина вижу, мне плохо становится. Надеюсь, что я уже больше не пойду. Пожалуйста. Не хочу. В общем, я сейчас вообще не в настроении, потому что эти ботинки, что я купила, они ужасны. Особенно под платье. Это была катастрофа. Катастрофический ужас. Нету других слов даже. Не знаю, какие слова подобрать, чтобы вам описать, как это выглядело. Ужас. Вообще не подошло. Так что завтра пойду обязательно их обратно отдам. Плюс в этом магазине деньги не возвращают. Надо будет что-то вместо этого взять. И что, я не знаю. Даже там нету туфли. А то бы я на туфли помняла бы. Но под это платье, короче, никакие ботинки, сапожки не подойдут. Тут 100% нам нужно купить туфли. Короче, завтра нужно мне будет ходить искать обувь. Снова. Сейчас тоже все разложила в сумке. Все, что мы должны с собой забрать. Не наши вещи, а подарок. Все сложила в один целлофан. Все поместилось. Нужно, чтобы на готове была. В общем, уже срак. Но с обувью у меня всегда проблемы. Особенно, когда на выход нужно. Сейчас на каждый день я в ботасах. У меня проблем нету с ботасом. А вот в выходную обувь я никак не могу себе купить. И так как я высокая, я каблук очень высокий, не могу одевать. Очень низкий тоже некрасиво выглядит. И вот не знаю, что мне делать. Но, во всяком случае, нужно мне найти туфли. По-другому никак просто. В общем. Чуть попозже сейчас детей уже уложу спать. Я тоже пойду отдыхать. Сейчас могу ушнуть. Всю ночь буду сейчас об этом думать, чтобы завтра нашла по себе туфли. И просто то, что обидно, этот магазин деньги не возвращает. А только если поменять на что-нибудь. Там ничего нету такого. Не хочу этот хлам брать. Не знаю. В общем, посмотрим. Может быть, уговорю эту продавщицу, чтобы она мне деньги вернула бы. Посмотрим. В общем, ребят, сегодня получился такой небольшой влог. Надеюсь, в дальнейшем будет поинтереснее. Но готов к праздникам. Это ужас. Ужас, ужас, ужас. В общем, всем большое спасибо за просмотры, за вашу поддержку, ребят. Всех приветствую на своем канале, кто новый у меня. Если вас что-то интересует, есть какие-нибудь вопросы, обязательно пишите в комментариях, я вам отвечу. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем желаю хорошего вечера, всем спокойно ночи, ребят, и всем пока.